Внимание, данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино, и ни в коем случае повторить за нами не стоит. Всем прессам и Тимон, и давненько не было экспериментов с лавой. С настоящей раскаленной в 1500 градусов. О да, наверное еще с тех времен, когда мы пытались лаву прокрутить через мясорубку. А потом пытались из нее сделать вафлю. Ну это все шутки, но на самом деле мы пробовали как давление влияет на лаву, вернее на обсидиан, который потом из нее получается. Короче, в этом видео некоторые подписчики подсказали мне попробовать узнать, как лава, которая состоит по сути из кремния, может прожечь такой же кремния. Мы говорим про стекло. Ладно, не буду томить вас, и давайте узнаем, сколько стекол может прожечь раскаленная лава и раскаленная медь. У нас тут типа соревнования. И да, не забываем лайк влепить и нажать на кнопку подписаться, если хотите еще такие видео. Если вы помните мое очень старое видео, где мы выливали фейковую лаву на бронестекло. Я так называю раскаленную медь, и она просто очень похожа на лаву. Так вот мы вылили тогда много меди, около 10 килограмм, и это довольно-таки много. Бронестекло у меня тогда было не очень трудно. Толстая, всего два слоя, но зато двадцатки толщиной с двумя триплексами, проклеена специальным клеем. Я считаю, что это мощная штучка. Мы вылили тогда много меди. Она быстро прожгла триплекс и даже выжила дырку в первом стекле. Многие тогда писали, что я быстро забрал медь, которая еще была горячей, и поэтому шанса практически я не дал. Ну, еще чуть-чуть там и медь точно бы прошла бронестекло насквозь. Мне кажется, конечно, не так было, но ладно. В этот раз мы возьмем уже четыре стекла, не такие толстые, но тоже нормальные. И чтобы у нас было понимание, как быстро раскаленная субстанция будет проходить каждый из стекол, я его отделю от последующего. Так мы точно будем видеть визуально, как лава и раскаленная медь будут проходить слой за слоем. Так что погнали, будет интересно. Да, ребята, если хотите, чтобы я выпил что-то необычное, к примеру, сковородку из игры PUBG с бронзой, заспамьте мне комментарии. Я как раз в последнее время только играю в PUBG после выхода обновления 7.2. PUBG живая классика в батл рояле, который не стоит на месте. Основа игры осталась прежней, 100 человек высаживается на огромную карту, лутается, угоняет транспорт и старается выжить, побеждает сильнейший. Однако недавно стартанул 7 сезон, разработчики выкатили обновленную карту Викенде, на которой теперь есть поезда. Да, ну и прикинь, лутаешь ли ты такой на поезде, а тут вылетает тачка или мотоцикл сражескими отрядами и начинается лютый замес. Как в самых крутых боевиках, никакой мультяшности, здоровый реализм, баллистика и огромные карты из кучи зданий, в каждое из которых можно зайти. Самые хардкорные геймеры могут мериться с киллухой в ранговом режиме и забудь о читерах, мобильная аутентификация, быстро отсеивать нечестных игроков. А еще новый сезон подарил нам новое оружие, ментовку Мосина. Интересно, подвинет ли русская трехлинейка тот самый спиртоносный коряк? Узнай сам, следи за новостями игры в официальной группе ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. Короче, чтобы не воротить пирамиды, я боюсь, что это будет неустойчивая конструкция, сверху мы решили будет сразу два стекла. Такая себе двойная защита, так как они примут на себя самую первую температуру и уже лопнут первыми по идее, далее лава должна будет пройти третий слой, ну и в конце аж четвертый. Не знаю, сможет ли столько слоев пройти лава, но в целом мы по крайней мере зафиксируем, сможет там или нет. Если вы уже забыли, лава у меня настоящая. Вот такие лавовые камни я покупаю в специальных магазинах, там для рыбок, там аквариумы. И лава эта итальянская, с вулкана Везувя. Да, я сам в шоке. Чтобы у лавы был шанс, она ведь очень быстро остывает, я прикупил новый тигель на 13 килограмм. Посмотрите в сравнении со старым, а? Хороший размерчик, да? Ну на самом деле лавы будет всего там 2-3 килограмма, наверное. Как я говорил, она же очень легкая, и засыпем ее и побольше. Вот так. И давайте запустим нашу печь, которая может разогревать предметы до 1500 градусов. О, да. И это еще впритык, ребята. Хоть температура плавления у лавы около 1000 градусов, но так Википедия пишет, в жидком состоянии она становится почему-то только при 1500 градусов и выше. Я не знаю почему, но мы пробовали ее расплавить и при 1300 и 400, и у нас не получилось, пришлось даже модернизировать нашу печь. И кстати, вот это и есть обсидия, ну типа стекла что ли? Такой же, кстати, хрупкий. Также, так как мы 100% за безопасность, мы полностью все ушли, и я с лавой уже работаю больше 2-х лет, да-да. И у нас будет импровизированная стенка от брызг, хотя какие брызги от лавы. И еще у нас есть полностью вся экипировка, и начиная от фартука кузнеца, и заканчивая пожарными сапогами и перчатками. На голове у нас два слоя защиты от брызги, от пара газа, и еще у нас есть специальная хваталка, чтобы вылить лаву на расстояние в полтора метра, так что не вздумайте повторять. Ну мало ли, вдруг лаву найдете. Да шучу я, толькое вы увидите только у нас. Так, у нас уже все готово, и лава превратилась в жидкую субстанцию. Ну такое, знаете, что-то типа жвачки. Ну давайте начинать, и мы готовы выливать. Как вы думаете, сколько стекол пройдет лава, а? Давайте поспамим в комментариях. Только не подглядывайте, пишите честно ваши комментарии. Два стекла? Или три? Или может быть все? О, я сам честно даже не догадываюсь. Я думаю, штуки три не больше, ну погнали. Так, аккуратно достаем лаву. Фух, горячо. Я волнуюсь, поехали. Воу, это было неожиданно. Хорошо, что я еще наушники надел и стоял далеко. Помоги, помогите мне, брат, лава, вот так, так. Тяжело, стал держать, так, забирай, да, вот. Капец всего, одно стекло, это невероятно. Я даже не верю, я думал, три стекла как минимум. И смотрите, это лопнул верхний слой. Он еще состоит там из двух стекол. Ха-ха, капец, это было неожиданно. Да, такие два стекла лава прошла, но это мало. О, нет, ой-ёй-ёй, ух, капец. Три стекла лава прошла, ну четвертая, я так и не понял, прошла или нет. Вы это уже будете видеть на монтаже и напишите в комментариях. Их лава прошла таки три стекла или четыре, сколько ей засчитать, просто тут лопнула пирамидка. Ну и теперь переходим к раскаленной меди. Ее я возьму меньше, так как она сильно расплескивается и все равно стечет, так что пяти килограмм, думаю, хватит. Закидываем ее в нашу печь и она очень быстро плавится. У нее температура плавления поменьше, чем у лавы, но у нее больше текучесть. Я надеюсь, что она честно пройдет все четыре стекла. И в этот раз мы уже все учли и ставим уже кирпичи плашмя, так как они не будут скатываться и конструкция будет, по идее, прочнее. Все, давайте уже узнаем, что горячее, раскаленная медь или настоящая лава. Поехали! Так, выключаем печь и достаем тигу. Давайте начинать, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Медь почему-то сделала все так быстро. Конечно, первое стекло чуток долго было, но там даже меди вылилось немного, но зато потом пошло повеселее. И смотрите, кирпичи не падали, это уж точно не за них. Лично я считаю, честные четыре проникновения от раскаленной меди. Думаю, она смогла бы и штук, наверное, восемь стекол пройти. Кстати, если хотите, сто тысяч лайков и повторим. Я еще могу закупить закаленные стекла. Они жаропрочные, потому что мы даже это проделывали как-то за кадром. С закаленным стеклом девятки толщиной. Но оно легко выдержало меди. Мы ждали 10 минут и ничего не происходило. И когда начали уже выключать камеры и собираться домой, тут БАМ и зашло вот это. Я все камеры выключил и думаю, вы захотите это увидеть под разными ракурсами. И проверить, сколько уже закаленных стекол может пройти раскаленная медь. И лава там тоже. 100 тысяч лайков и все в ваших руках. И вот нам челлендж. А пока подписывайтесь на канал и обязательно включите колокольчик, если хотите быть первыми. И всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok